Подростки в возрасте от 12 до 17 лет теперь тоже могут привиться от опасной коронавирусной инфекции. Векторную вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК-М уже начали делать ребятам, чьи родители дали свое согласие на проведение этой процедуры. В федеральном законе прописано, что дети с 12 до 14 лет, до 15, до 14, до 8, до 14, до 9 месяцев дают только законные представители подписывать информированные согласия. С 15 до 17 лет может даже уже подросток подписать информированные согласия. В подростковой прививочной кампании, кроме пункта информированного согласия, все так же, как у взрослых. Сначала осмотр врачом-педиатром, измерение сатурации и давления, а уже потом, при нормальном уровне всех показателей, введение вакцины. На следующий день мы всех обзваниваем, узнаем их самочувствие. Вот из тех, скажем, 18 детей, которые мы сделали, у нас у двоих детей боль в руке не сильная, и у одного ребенка температура 37,3. Остальные все дети чувствуют себя хорошо. В семье главного редактора нашего телеканала Татьяны Брыловой трое детей, двое из них подростки. Наташа и Петя стали одними из первых ребят, кто получил мощную защиту организма от COVID-19. Сейчас такой возраст, когда они не особо-то желают вообще делать прививки или еще что-то, да, и пришлось немножко поговорить с ними, но, в общем-то, они отнеслись достаточно нормально к этому, и я считаю, что они в своих классах, возможно, станут первыми, кто сделал прививки. И будет такой пример для других. Сейчас врачи вместе с учителями ведут активную работу с родителями в школах, для того, чтобы мобильные медицинские бригады могли привить как можно больше подростков. Новый штамм очень быстро распространяется. Поступает порядка трех с половиной тысяч вызовов ежедневно. Болеют целыми семьями. Нужно делать вакцинацию, потому что протекает она так же коронавирусная инфекция, как и у взрослых. Если мы говорили в 2020 году бессимптомно, да, детки переносили, то на сегодняшний момент нет. Они также болеют. Кто-то в легкой степени в виде РВИ, кто-то уже более тяжелой, средней тяжести, где пневмония. И таких более тяжелых детишек мы госпитализируем. Стационарные пункты вакцинации подростков находятся в детской и южной поликлиниках, амбулаториях совхоза имени Ленина и Молоковской. Прививочные кабинеты работают в будние дни до 20, а в выходные до 14 часов.